куда приводят человека мечты ответить можно однозначно они приводят его к тому что исполнившись в сознании его мечта реализовавшись в его сознании человек получает удовлетворение от реализованной визуально или чувственно мечты и этого никогда не произойдет в его жизни все на этом можете поставить точку и забыть об этом поэтому когда люди говорят андрей андреевич я так мечтала но этого не произошло не надо было мечтать вообще людям которые мечтательные им не повезло поэтому когда вы будете следующий раз слушать допустим трансерфинг реальности вадима зеланда много у него есть идей в общем-то хороших знаете о том что человек должен быть обособленным существом и жить так как вот ему хочется это его теория маятников ну и так далее там целый ряд есть философских доктрин но заблуждением является именно то что он утверждает что если человек произносит это со мной сейчас произошло то могу вам гарантировать что этого с вами не произойдет никогда это все не работает можете забыть об этом или скорректировать так как я вас научил куда приводят мечты в никуда ваши мечты не осуществляться никогда ни у кого этого не будет рисуйте на долларах миллион делайте доску исполнения желаний мечтайте реализовывайте в своей голове сколько хотите знайте если вы получите от этого удовлетворения в сознании то в жизни вы получите сумасшедшие преграды к этому это у женщин особенно проявляется почему нельзя человеку произносить слова как учиться в своих видео вадим допустим он говорит о том что человек ну как собственно многие то есть это и луиза хэй это и в и вадим зеланд это и ну ряд эзотериков там их очень много они обучают правдина они обучают человеку создавать аффирмацию того что с ним уже это как бы произошло сейчас то есть человек говорит я умен я богат я красив я здоров данные же слова фактически для нашего подсознания являются словами обманами то есть человек сам себя начинает обманывать то есть он говорит себе я богат но осознание говорит как же ты богат есть ты беден как церковная мышка я красивым какой же ты красивый из тебя бедра как у бегемотика или и так далее но в этом опасность еще кроется потому что когда человек говорит я богат я красив я умен я здоров то наверное в случае если такие высшие силы которые управляют этими элементами и раздают человеку богатство ум и красоту то в тот момент когда они начинают искать или как бы снимать информацию из аудитории кому же дать богатство кому красоту и так далее из всех людей заслуживающих или нет они точно не выберут такого человека почему он в сознании своем уже умен он сознание своем уже богат зачем богатство тому кто себе внушает что он богат это же реализация она произошла в сознании поставьте тире у вас этого не будет люди которые произносят я умен я красив я богат у меня есть такая квартира или еще что-то должны знать этого в их жизни не произойдет никогда бог думает кому дать богатство смотрит на человека который говорит у меня все есть или я богат у меня много денег после чего не дает ему почему зачем ему давать если он уже богат кстати по моему мнению человек очень страдает из-за самообмана потому что по моему мнению самообман приводит человека к появлению депрессии именно поэтому не стоит самообманываться